Ребята, всем привет! Вы на канале Спортивный Дед. Со мной Михаил Кокляев. Всем привет! Мишу я каждый год стараюсь интервью у него брать. И в этом году я именно после своего боя, что прочувствует на своей шкуре, захотел взять интервью у Миши. И задам какие-то вопросы. Прочувствовать на своей шкуре интервью или прочувствовать на своей шкуре бой? И то, и то, короче. Миш, меня волнуют такие вопросы. Первое, что как тебе вот эта волна после боя с Емельяненко? Ну, она же обрушилась такая негативная, наверное. Ты ее как-то пропускаешь мимо головы? Ну, это такой момент. Нельзя показывать слабость никому. Нельзя показывать, что тебе тяжело. Конечно, было внутри тяжеловато. Я не думал, что будет уж совсем так. Я не думал, что уж настолько люди оказались... Есть люди, которые считают твои деньги. Считают, что это клоунада. Считают, что это все херня. Конечно, я думал, блин, ну как-то с достоинством. Потому что, ну, говорят именно те, которые ни разу не перешагивали через канаты ринга. Понимаешь, вот так. И говорят, мне кажется, те люди, которые... Ну, особенно молодежь, которые не знают, что такое 42, 41, 40... Да, еще пока не знают. Но время придет. Без занятий спортом они даже не почувствуют, что такое 40. Вот. Поэтому, да, конечно, было такое... Негатива было полно. Есть люди, которые отвернулись от меня, которых считал близкими. Но это такая лакмусовая бумажка. Во всем нужно искать плюсы и выгоду. Вот. И спасибо тем людям, которые остались со мной до последнего времени. Которые сейчас со мной остаются. Их больше, чем тех, которые отвернулись. Вот. Вот это для меня было, конечно, таким ударом, когда... Вот в большем даже не хейтерство, вот это все прочее. А в большем даже вот это было ударом, когда... Люди, которым доверял, как-то раз стали на тебя смотреть уже по-другому. Ну, и, как говорится, извиняюсь, как сдох дед Максим, да и боксник, как говорится, понимаешь. Ну, это проверило как раз людей, которые... Это хорошее, это очень. Я сегодня там сказал об этом на сцене, когда сейчас сказал. Иной раз очень полезно прилететь над низом кукушки. Как говорил Майк Тайсен, что когда ты в топе, когда ты на горе, ты знаешь, кто ты. Да, знаешь себе цену. Но когда ты проваливаешься, ты узнаешь, кто твои друзья. Вот. В этом и было. То есть, если бы у меня было сейчас то знание, которое у меня... Тогда то знание и понимание всего, которое у меня сейчас, и настроение, конечно, было гораздо лучше. Сегодня я уже на многие вещи смотрю по-иному, но это нужно было пережить. Это нужно было пережить. И человек учится, мне кажется, всю жизнь. Человек приобретает опыт всю жизнь. И это такие для меня очень хорошие оскомины, очень великолепный опыт. И в большем, когда сегодня я начинаю подсчитывать прибыль после моего проигрыша, не финансовую. Хотя, с точки зрения финансового, я на своем проигрыше заработал больше, чем когда-либо выигрывая крупные соревнования. А я заработал, так скажем, тот опыт, багаж. И вот этот опыт, багаж вот этих всех вещей, которые по жизни человеку в общении, в мировоззрении помогают. В этом и есть, наверное, победа. Вот в этом, скорее всего, победа. Конечно, многие будут помнить, вспоминать теперь до конца жизни, что как один Петушила написал такой, знаешь, гламурный такой, знаешь, написал. Ты можешь хорошо играть на пианино, на гармошке, петь, плясать, биться с Тарасовым, выигрывать таких, как Тарасов. Но тебя запомнили, как человек, который пролетел на звездом кукушке. И я понимаю, что и с этим надо будет потихонечку смириться. Но и смириться, и получить пользу. А польза с этого какая? Польза в том, что никто в современной России, по крайней мере, да, и в современном мире, никто из, ну, там, Мариуша Бузановский, понятно, он там в ММА, а в ринг, никто в современном мире в ринг, кроме меня, с профессионалом не уходил ни разу. Поэтому вот это вот моя уникальность. Пускай никто не, сам себя не похвалишь, никто не подхвалит, но я констатирую факт. Вот и все. Я, конечно, вот это мне греет душу. А уже, я еще раз говорю, второй раз, когда сбоксировал с Тарасовым, можно назвать поп-боксом, это тоже. Я вспоминаю слова Александра Волкова, нашего UFC бойца. Он сказал, что, Миша, когда ты переступишь в следующий раз за канатой ринга, страх последнего проигрыша тебя скует. Что и произошло с Тарасовым. Поэтому я уже смотрю этот бой и сам плююсь и думаю, что же делают Дурила. Можно было сделать это все гораздо лучше. Но, опять же, знаешь, как тебе сказать, и в этом есть свои плюсы, и в этом есть свой опыт, и в этом есть свое богатство, и есть своя победа. На сегодня я для себя, конечно, в большем победил и на то, что пускай это навечно до последних дней моих, это пролетая на дизайн кукушке, закрепиться. Но я, по крайней мере, если посмотреть фильм про дизайн, пролетая на дизайн кукушке, посмотреть вот это именно, когда Николсон сказал, зато я попробовал, когда он оторвал эту, и не оторвал эту раковину. Это вот откуда выражение, я хотел сейчас задать, почему выражение, пролетая на дизайн кукушке. Да, это из фильма, пролетая на дизайн кукушке. Надо пересмотреть. Вот, посмотри, когда он попробовал поднять, не поднял, что вы смеетесь, зато я попробовал. Поэтому, что вы смеетесь, зато я попробовал. И многим в этом мире, следящим за боями, за боксом, за боевыми ненаборствами, многие в этом мире, в этой жизни, отчасти они так и пишут, потому что это им не дано и не дано будет никогда. Да, собрать почти что 10 тысяч зрителей, это самое большое рекордное количество зрителей за всю историю проведения боев. 7 тысяч в Олимпийском собрали Поветкин Кличко, братья с Виталиками, по-моему, они тогда, да, с Виталием же, не помню, но Поветкин Кличко тогда собрали 7 тысяч, а мы побили этот рекорд, вот в этом тоже своя уникальность. Ну и, по большому счету, это такой маленький-маленькая такая медаль, орден за отвагу, сам себе я на грудь ее повесил и хожу этим, и это мне греет душу, ну и смягчает вот этот весь хейт, который после боя остался. Ну вот, а получается, Старасова, что считаешь, например, что в своей подготовке, ну, например, неправильно или что-то большее? Чтобы мне было нужно, мне нужен был режим, потому что я в школе работаю, в частной школе работаю преподавателем физкультуры, до школы ехать 40 минут, потом там поработал, потом обратно, и все, вся подготовка отталкивалась от работы. Я попытался объять необъятное, но это ладно, это не самое важное, самое важное в подготовке, это, конечно, борьба с собственным возрастом, потому что 41-42, это не 21 и не 31 даже. Это очень сложный возраст, где ты боешься, по большому счету, не с нагрузкой, а ты борешься со своим возрастом. Да, хорошо. Вот, поэтому, что, какие ошибки были в этом, это познание себя в этом возрасте, когда ты, блин, да что ты будешь делать, то тахикардия, то брадикардия, то по ночам встаешь, в 4 утра у тебя давление скачет, ты думаешь, да ладно, ну какой же ты спортсмен, если у тебя там давление под 190 ночью, при том ты спишь, ложишься спать спокойно, под утро просыпаешься, ты просто офигеваешь в мере давления тонометром и начинаешь глотать эти таблетки, а утром тебе идти боксировать на спарринг, но ты собираешься внутри, потому что ты назвался груздем, тебе уже бросили вызов, ты его принял и пошел драться, даже с легковесом, с легковесом блогером Тарасовым Артемом, дай бог ему здоровья, вот, поэтому собираешься, идешь, делаешь все равно, вот в этом, конечно, наверное, я уже не буду говорить суть настоящего мужчины, потому что это сложное понятие настоящего мужчины, никто не сейчас не скажет, как он должен быть, это, наверное, такое оно, я в большем даже замахнусь на такой термин, это, наверное, встать, подняться и идти, это присуще, наверное, есть, конечно, люди гораздо воинственнее, которые воюют, поднимаются, идут в бой, поднимают за собой людей или спасают людей, но с точки зрения именно спорта, это традиция, традиция такого российского, русского, советского человека подниматься, несмотря ни на что и отвечать за те слова, которые ты сказал, то есть ты решил подраться, ты сказал, буду драться, значит, надо идти, то же самое было с Эмиляненко, понимая, что, когда начались спарринги частые, понимая, что это очень тяжело, я за 5 дней, за 4 дня у меня был последний спарринг, где мой соперник, спарринг-партнер меня отправил в нокдаун, вот, я понимал, что, ё-моё, как это тяжело и как это на самом деле страшно все валяться в ринге, и ты понимаешь, что все равно, даже понимая, что это страшно, борясь своим страхом, его сумев обуздать, ты перешагиваешь через канаты ринга и идешь, вот, вот, это, наверное, только, наверное, присуще многим, конечно, народам, но именно народам Советского Союза, которые, да, скорее всего, да, 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 это совершенно другое поколение, тут уже не отнять. Вот здесь уже я вот это, конечно, четко прочувствовал, я сам еще понимаю, откуда это все, когда ты, вроде, у тебя успокоился, этот весь гипертонический кризис, ты просыпаешься через, блин, пока успокоишься, в пол шестого засыпаешь и встаешь в восемь, и в девять тебе нужно быть на тренировке, потому что потом нужно ехать в школу на вторую смену. У вас еще этот московский ритм. Да, и московский ритм, а потом под вечер, после школы идти на тренировку, это уже, это другое, другая история, это тоже тяжело, поэтому вот так вот, тут одна не ошибка, а минус такой, что это все-таки возраст, возраст, блин, ничего с него не сделаешь, никуда его, никуда его не спрячешь, невозможно в этом возрасте стать, сделать какое-то чудо. Ну не 25, да, я сегодня почувствовал, у меня был соперник 25-летний, вот, в ринге, да, поэтому два слились. А ты понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю, я сегодня так понял, что 47 и 25 гораздо меньше. Это большая пропасть. Да, вообще, там можно по потолку ходить в 25, а в 47 потихонечку, пусть не спеша. Тарактеть, тарактеть. Еще вот такой, ты вот сейчас со школой, а почему именно у тебя, ты как-то вот раз и еще и преподаешь? Я, потому что был, наступил такой момент, я что-то как-то опустил руки с точки зрения, я подумал, что вот эта вот вся ситуация с коронавирусом, он будет теперь постоянно. А вот эти запреты, да, вот эти запреты, а основная моя, я фрилансер, свободно занятый человек, поэтому, самозанятый человек и свободно занятый человек, это, я, мои основные заработки, это проведение соревнований, мероприятий, семинары, встречи какие-то, где-то приглашенные гости, еще что-то. И вдруг в одной части все это закончилось, и большое спасибо, конечно, северному десанту, что поддерживали меня в это время, но я, не то, что нехватка была денег, конечно, была и нехватка денег, но и ощущение, да, ощущение невостребованности, что ты просто, я бегал, я начал бегать, как только нас посадили на карантин, 3 дня просидел, потом я начал по 3 километра в день бегать каждый день, потому что нужно было тебя чем-то занять, там, отжимания какие-то, да. В бой с тенью, еще что-то такое делал, тренировки такие до мая месяца, пока не начал с 1 мая ездить к другу, у него собственный зал в цокольном этаже, его загородного дома, вот, и... Но работать нужно было, нужно было еще работать, поэтому в сентябре месяце, в конце сентября я, получилось так, что я устроился в частную школу, в гимназию, в первомосковскую, вот, и... Ну, пошло-поехало, потихоньку свыкся с этим режимом, и потихоньку, помаленьку, потом нарисовался бой с Тарасовым, и вроде как, вроде как, начал что-то делать. Вот сейчас у тебя после боя с Тарасовым какие-то вызовы или еще что-то есть? То есть, эти ребята с кулачных этих тем, пулеметчик, морячок и вот этот самый Никулин, еще потом ребята выстроились, блин, в очередь, чтобы подраться, хайпануть немножко... Я, причем, не зря этот вопрос задал, потому что мой тренер, у меня тренер Владимир Дайныко, он примерно твоего роста, примерно твоего веса, плюс-минус там, он где-то 120 килограмм, метр 93-95, и вот он хотел бы с тобой или побоксировать, или в бое, вот, реально. А я говорю, ну, он, как бы, вызов, я не знаю, как кидать, ну, профессиональный боец ММА, ну, и боксер, и я бы с удовольствием... Не, ну, я не буду кривить душой, зачем мне идти с профессионалом, с молодым, с молодым тренером, зачем я буду это делать? Всем хочется, конечно, ну, это называется, как говорится, заехать в рай на чужой кастрюле, понимаешь? Ну, всех, всех, понимаешь? Ну, ну, это такое есть, много вызов, и людей, которые малоизвестны, предлагают подраться и прочее, прочее, но здесь же для меня в большем эти бои не только проверка себя, но и должна быть выстроена... Заработок, это тоже одна из важнейших частей, да, но самое главное лично для меня, для Михаила Коклея, потому что я немножко думаю по-другому, нежели большинство людей. Для меня это трибуна, рассказать о себе, показать себя, рассказать молодежи, что такое хорошо, что такое плохо, по крайней мере, попытаться, понимаешь? Замотивировать таких, как ты, мужиком за 40 бросить там бухать и пойти в зал, что ничего еще не потеряно, всегда можно ставить цели. Это еще один из важнейших аспектов моих вот этих боев. Ну, конечно же, конечно, чтобы было привлечено внимание, конечно, это, конечно, другие имена более известные, более-менее известные. Там Емеляненко, Тарасов, вот если еще кто-то там из именитых спортсменов, из блогеров или спортсменов из моей темы, из Качковской, если кто-то известный человек... Вот, кстати, было бы прикольно, да. ...выйдет со мной в ринг. Вот на этом нужно делать. Поэтому я твоему тренеру Дайнека хочу просто сказать, ну, мне такие эти... Это, ты понимаешь, это как поднимать 400 с лишним килограммов на первенстве города, при всем уважении к Дайнека, или поднимать 400 с лишним килограммов в Америке на чемпионате мира. Понимаешь, что я говорю? Понятно. Разбег трибуна, да, да. То есть рисковать, рисковать, рисковать или рисковать здесь, поэтому, вот, допустим, выйти со своим тренером драться, или рисковать действительно, например, попасть в карт, к Тору Джулиусу Беронсену, к скале, и к Эдди Холлу туда с ним, с каким-нибудь самым сильным американцем из моей темы подраться, там хотя бы пускай 4 по 2. Поэтому здесь я вроде как бы парень простой, но на самом деле я умею подсчитывать вот эту маржу, кредит с дебетом совмещать, что я потеряю, что приобрету, даже при проигрыше, я понимал, что при проигрыше Семиляненко я в большем приобрету. Во-первых, понимаешь, если бы не это гнездо кукушки Санина с его СЗК, но я думаю, Саня, все мы за все что-то когда-то платим и расплачиваемся, понимаешь, поэтому и за языком нужно следить, потому что ты можешь тоже пролететь над низом кукушки от более меньшего соперника, как показал бой Магомед Исмаилов и Миляненко. Там, что бы Саня не говорил, я не подготовился, я туда-сюда, я бы мог выиграть. Мы видели, кто победил и кто проиграл, притом в одну калитку. Поэтому здесь, если бы этого не было, конечно бы, хотя поэтому любое, и даже я уже благодарен Сане за это, и за его для меня нокаут, и за эти слова, потому что все это, при этом я приобрел опыт, приобрел какое-то психологическое, психологическое, духовное, душевное богатство. Вот, поэтому здесь нужно смотреть. И, конечно, мне пишут и хотят, и давайте, 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 давайте. Но, ребята, ну, я же на кон поставил свои титулы, звание «Самый сильный человек России». В силовом экстриме до сих пор мои титулы не превзойдены. Я поставил на кон свою репутацию, я поставлю на кон свою философию, свое знание и прочее, прочее. Я много что ставлю на кон, просто я всегда говорю, а что есть у вас? Вот, да, имя свое, вот, мне кажется, вот это имя и потерять, и это вообще... Ну, потеряешь никак, потерять можно вот когда-то, когда ты занимаешься непристойными делами, когда ты занимаешься грязными делами. Нет, для кого-то, я вот про что, они-то думают, что как же Михаил Кокляев начинает какой-то цирк устраивать, типа, там, с блогерами. Вот мне вот, мне многие, как бы, пишут, я вот, группу просто, что вот в старое интервью, я говорю, я к Мише отношусь, как относился хорошо, так и буду относиться, мне все равно, то, что люди говорят, я вижу людей, вот, наверное, это одно из лучших составляющих мужчин, когда уже, наверное, после сорока ты видишь людей. Вот ты видишь людей, начало разговора, и ты понимаешь, что... Кто перед тобой стоит? Да, да. Кум или на сетках? Да. Да. Поэтому это вот возраст, это хороший такой плацдарм видит людей. Опыт, возраст, это хорошая библиотека внутри тебя, понимаешь, такая жизненная, со знанием, знанием людей, психологией и психики человека. Долго не буду тебя давать, как семья, как здоровье там. Слава Богу. Все. Слава Богу, я вокруг. Сын учится на втором курсе военной морсети. Боксом занимаетесь? Там у него, ну, сейчас учеба, он полностью ушел в учебу. Физо у него есть, кроссы практически ежедневные какие-то, то есть все это делает, подтягивание, то есть такое армейское ФИЗООФП, армейское ОФП. И у нас все-таки мы, конечно же, обращаем сейчас внимание на то, что нужно ребенку в первую очередь дать знания, дать образование, если ты в раннем возрасте все-таки не попал в ту пульку под названием сборной команды России, да, то ставок на спорт серьезных можно уже, в принципе, не делать, если у тебя нет какой-то харизмы и чего. У меня сын, конечно, интересный молодой человек, но он пошел в маму, он более скромный, он более такой не то, что зажатый, он интересный парень, но он более сдержанный. Конечно, воспитание дала ему мама, поэтому он клоунаду устраивать не будет. Это я могу себе позволить быть паяцем, потому что никогда на себя корону не надевал. Потому что корона, она сползает потихонечку, вначале давит на мозг, потом ослепляет, потом ты перестаешь слышать, что происходит вокруг, а потом она сползает, сползает, опоясывает тебя, вяжет по рукам и ногам. И самое интересное, что она растет и вверх с такой же скоростью и зацепляет небеса блей. И ты не можешь двигаться, ты в этом направлении, вот я великий и все. А я не великий, я занимаюсь тем, что мне нравится, тем, что я вижу, что мне подходит и что мне радует душу. Поэтому мы отошли от семьи, от семьи отошли. Пускай он делает, но и так я его направил, Василий Иванович, Василий Николаевич. Вася, все, сейчас иду, сейчас заканчиваем, иду. Хорошо, все, ага. Поэтому я хочу своим детям и чужим детям, а по-моему, вообще все, кто говорит на русском языке и ходит по этой земле, они все наши, все наши детям. Родным детям и неродным моим детям. Я хочу сказать, что, ребята, труд и знания в раннем возрасте, это есть саморазвитие, это есть то вложение в свое будущее. Поэтому это всегда было, как мне говорила всегда бабушка, как я уроки делал, допустим, там в раз не доделал. Она, ты уроки-то сделала, она даже не проверяет для нее, я просто на честном слове, я не мог ее обмануть, потому что очень ее любил. Она, ты уроки сделала, я такой, ну, русский доделаю. А потом пришел очень поздно, не доделал, она мне говорит, Мишечка, ну, русский надо было это доделать. Я говорю, бабушка, да ладно, как-нибудь знала. И она, ну, человек говорит, ну, знания, говорит, не кирпичи, в руках носить не надо, тебе же, ты, говорит, потом это пригодится, что ты будешь, как мать-то с отцом на завод ходить, не надо, тебе надо же быть повыше, говорит, смотри, как они целыми днями на работе, целыми днями. И вот она-то вспоминает этот момент, и также своим детям говорю, сынок, потерпи вначале. Я потерпел вначале, когда поменял улицу на зал, когда в 13 лет пошел на тяжелую атлетику, у меня было только три помещения, такой бермудский треугольник, в котором я, к сожалению, к сожалению, знаешь, к своему, не оставил никакого наследия, уехал в Одинцово. Это дом родительский, уехал от родителей, это зал, уехал от своего тренера, это школа. Вот у меня на тот момент, вот этот треугольник был, дом, зал, школа, школа, зал, дом, дом, школа. И вот в этом треугольничке я к счастью, и к счастью уже я приобрел тот опыт, который я сегодня имею. Спасибо тебе, Миша, за интервью. Поэтому, дети, учитесь, учитесь, никогда учиться не поздно и знания, не кирпичи в руках носить не надо. Все, с вами был Михаил Кокляев и спортивный дед. Всем крепкого здоровья.